Центральная городская набережная масштабной работы здесь начались в прошлом году. Тогда построили проезжую часть от улицы Ленина до коммунистов. В этом году дорогу продлили до улицы Университетской. Открыть движение здесь планируют уже в конце недели, как только установят световые опоры. Изменить прибрежную линию города удалось в рамках федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма. Построены две парковочные большие площадки, в том числе для туристических автобусов, поскольку здесь эта территория прилегает к нашей мемориальному дому-музею Верещагина, которому планировано в следующем году каменный дом привести в порядок и создать вот такую территорию, благоустроенную для привлечения в том числе туристов. По проекту необходимо привлечь инвесторов и создать пешеходную зону с развитой инфраструктурой от Ягровского моста до Октябрьского. Сегодня губернатор Олег Кувшинников заявил о расширении масштабов строительства. Набережную продлят до Парка Победы. В настоящее время есть договоренность с Федеральным агентством по туризму о включении в Вологодской области с нашим кластером федеральную целевую программу с 2019 по 2024 год с объемом финансовых средств федерального бюджета порядка 700 миллионов рублей. В 2019 год мы с кластером вошли в финансирование. 104 миллиона она пока подтверждает федеральных средств как раз на продолжение работ, связанных с продолжением набережной. Как оказалось, территория за Октябрьским мостом более привлекательна для туристов. Но чтобы теплоходом было где пришвартоваться, необходимо реконструировать причал на улице Парковой и укрепить берега рек. Встречать гостей города с реки Шексны будет Парк Победы с экспонатами военной техники, полосой препятствий, аллеей славы, детской площадкой и лыжероллерной трассой. А ведь еще несколько лет назад эта территория была заброшена. Все это не использовалось, все это заросло бурьяном, кучей мусора, ничего здесь не было. Единственное, что использовалось в летний период, это пляж. А сейчас мы запустили практически огромную территорию и отдали горожанам и спортивную зону, и зону активного отдыха, и патриотического воспитания, и пляж. Если еще появится причал, и появится пешеходная набережная вдоль реки Шексна с поворотом на реку Ягарба, ну тогда это будет, мне кажется, одна из самых благоустроенных набережных вообще у нас на севере, на северо-западе. И черепа из этого достоин. Поразил губернатора и новый фонтан на площади у дворца Металлургов. Возвести его удалось ровно за 100 дней. Это один из самых больших фонтанов, то есть обычно они метров 15, а аж 25 метров в диаметре. В нем более 200 форсунок, более 300 светодиодных ламп, несколько групп насосов, центральная струя может быть на 20 метров, и там очень много вот таких технических. Но самое главное, что он светомузыкальный, то есть он танцует, играет. Увидеть своими глазами яркие брызги фонтана череповчане и гости города смогут уже следующей весной. Кроме этого, на 2019 год здесь планируют построить перголу и амфитеатр с южной стороны дворца. Дальнейшее развитие туристической инфраструктуры череповца обсудят на городсовете, который состоится в феврале. Татьяна Жданова, Дилиска, Томин. Новости.